Приветствую вас. Ну, смотрите, какая здесь история. Вам, мне кажется, никто не будет советовать обратиться к врачу, по крайней мере, в обязательном порядке, потому что это будет чем-то вроде диагноза, вот, ну, по интернету. Это не совсем эстично, с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения, там, психотерапии, да, это не совсем эстично вообще делать такие, такие вот, как бы, такие, ну, такие советы давать, да, вот. Поэтому, мне кажется, что вам имеет смысл здесь, в первую очередь, рассматривать психиатра, как, вот, такую, знаете, меру, меру поддержку. То есть, ну, например, в качестве поддержки стараться воспринимать психиатра больше, да, а не как, допустим, основной вид лечения, основной метод терапии, потому что психотерапевт или психиатр, психотерапевт, он не работает с причинами, он устраняет, как правило, симптомы, только лечить непосредственно симптомы. Работа с симптомами проводится, и все причины, они, как правило, остаются. Поэтому важный момент заключается в том, чтобы, ну, вы это понимали, чтобы в этом вы отдавали себе отчет, вот, чтобы вы знали, что это вот так. Что касается закалки и стрессоустойчивости, с позиции своей, вот, школы, с позиции своей школы психотерапии, вот, я мог бы вам сказать, ну, примерно следующее, что стрессоустойчивости, которые вы описываете, вы, стрессоустойчивости, это больше похоже, знаете, на, на подавление в себе любой чувствительности, любой чувствительности, ну, вообще любой чувствительности, то есть, что такое стрессоустойчивость, да, это, ну, игнорирование всех своих эмоций, это игнорирование всех своих чувств, что касается вашего эмоционального состояния, всего, что касается ваших чувств. И, соответственно, как бы, неумение, в данном случае, наверное, работать с своими чувствами, неумение проживать свои чувства, заталкивание их глубоко по себе и, ну, название этого, название этого стрессоустойчивостью и скаленностью, собственно, только приводит к тому, что вы себя обманываете, вы себя предаете, потому что, ну, когда человек, например, не чувствительный, да, когда человек не чувствует, что, например, с ним происходит, вот, он, в общем-то, живет, по сути, в долг, вот, потому что он существует, вот, ну, и вы, благодаря филе воле своей, может быть, может быть, благодаря окружению, может быть, благодаря своей привычке, вот, вы смогли какое-то время так жить, может быть, даже довольно продолжительное время, но все чувства, которые вы управляли, они никуда не уходят, да, вы на них не обращаете внимание, вы их заталкиваете куда-то вглубь, но они никуда не уходят, они никуда не уходят, не исчезают. И вот они сейчас дали собернуть все, что вы пытались из...скрыть все, что вы пытались, ну, как-то вот... как-то заглушить его в сибернете, вот, когда, ну, заглушаю, да, А вы пытаетесь это себе заглушить, пытаетесь это себе заглушить. Ну, что можно с уверенностью сказать, что у вас это не получается. Да, вот это не получилось, можно с уверенностью сказать. А вот, как бы, так вот, вы ничего не пишете о причинах, вы ничего не пишете о том, ну, как сказал мой коллега, да, ничего не пишете там про то, как вы в этом состоянии оказались. Ничего не пишете о том, что с вами произошло, после какого момента это случилось. Ну, совершенно очевидно, что все это началось. На самом деле, могло даже начаться без каких-то видимых поводов, да, то есть формально ничего в всей жизни не поменялось, вот, но просто это ничего. Вы могли этого даже не заметить. Вот, и то, что обычно, оно обычно называется Trigger, Trigger, да, вот, ну, говорится, Trigger, Trigger. То есть такой запускающий механизм, ну, не всегда есть, не всегда есть. Какой-то запускающий механизм, вы могли просто, так сказать, ну, дойти до своего предела, что это называется. Вот, вы, собственно, до этого предела, как мне кажется, начались. Вот, и видите, вы сейчас, ваш, как мне показалось, ну, запрос, он связан с чем? А, с потребностью вернуть все как было. Это то, что вы говорите, я хочу, чтобы все было, все было как раньше. Вот, то есть я опять хочу быть вот такой, да, хочу быть закаленный, хочу ничего не чувствовать и прочее, 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 прочее. Ну, вы, я надеюсь, как бы, понимаете, что что-то вы делали не так в своей жизни, раз, сейчас, сейчас, вот, это корректно пошло. Ваше представление отдает понять, что пора в своей жизни что-то менять, вот, пора разбираться в себе, разбираться в своей жизни, вот, пора начинать замечать какие-то вещи, которые в вашей жизни происходят. Вот, быть более внимательной к себе, более, ну, более чувствительной к себе, вот, более чуткой к себе. И, да, ваша жизнь станет сложнее, понимаете, она станет сложнее, она станет многограннее, она станет более живой, вот. И, да, я не скажу, что вам не будет больно, а, то есть больно, скорее всего, будет, но вы научитесь с этой болью справляться. Вот, автоагрессия, которую вы описываете, это наказание себя за что-то, то бишь, чувство вины. Чувство вины, это про злость, это про стыд, ну, вот, истерики, которые с вами случаются, это больше про ваши желания, это больше про ваши... Про потребность во внимание, про потребность во внимание, в том, чтобы быть слабый, как раз, такие, ну, потому что человеку не свойственно на постоянной основе быть сильным, человеку свойственно быть разным, вот. И вы тут как раз тот случай, который показывает, что сижу, там, один, ну, в одном состоянии прожить нельзя. Вот, вы пытались, у вас вот появилось это, вот. Вот, в чем заключается, как бы, одно, ну, один из аспектов, например, психотерапии, в том, чтобы помогать человеку проживать и, ну, может быть, даже допроживать свои эмоции, свои чувства, свои ощущения. Вот, и проживая их, становиться более живым, более гармоничным, более полным, если хотите. Вот, вот, как-то так. Понятно, что в этом контексте, в этом контексте не совсем работают ваши прежние подходы. Как, как вот вы реагировали на стресс, допустим. Вы реагировали на стресс объяснение. Возможно, чем-то вроде такой, знаете, здоровой злости вы реагировали. Играется и, может быть, подавление, ну, по отношению к источнику, логикой, то есть, ну, объяснение. И я не говорю вам, что все это не нужно. Вот. То есть, ну, на самом деле, это все, как бы, хороший инструмент, но, помимо них, мне кажется, есть еще другие аспекты. Эээ, способы, другие средства, которые вам нужны. Вот. А вы их не используете. Ну, боитесь и так далее, и так далее, и так далее. Вот оно вам, эээ, сейчас, можно сказать, эээ, в полной мере и, ну, возвращает. Вот. Оно вам сейчас дает осознать, к сожалению. Вот. Ну, как, к сожалению, вам покажется то, что я скажу, наверное, не очень приятным, но, я бы сказал, что это к счастью. Но я говорю это из-за желания вам помощи, желания вам добра. Потому что, если бы этого чувства не возникло, вы бы не обратили внимание на себя. И, возможно, у вас не появилось бы, возможно, так сказать, шанс, эээ, почувствовать, эээ, что что-то не так, что, что-то не то происходит. Что, ну, как-то вот тут все, эээ, не так хорошо, как кажется. Вот. И, соответственно, эээ, сейчас мне видится, эээ, что вы просто обратитесь к специалисту, которому сможете довериться. И начните, эээ, с ним работать. Вот. На самом деле просто проживать все, что у вас горит, болит и так далее. Вот. И начать можно, в принципе, вот, с того, что вы описываете. То есть, ну, условно, с тех моментов, которые вы описываете, да, то есть, как бы, что вот, ээээ, у меня начались стирки, да, вот вы пишите, что более полгода подавленное состояние, душевная боль. Эээ, еще, что это так, что это за боль. Вот. И так далее. Вот. Вы пишите, что, что на более восьми лет были стрессы устойчивы. Вот. А что такого, эээ, было, что от вас требовало этого? Так я думаю, что вы сделали выбор, как бы, что я буду спокойный. Это ваш выбор. Может быть, вам, эээ, не кажется, что это выбор, а может быть, вам кажется, что это была необходимость. Ну, а, опять же, со своей позиции я могу сказать, что выбор есть всегда, и человек, который, эээ, делает что-то не из выбора, а, ну, потому что ему кажется, что это вот не, ну, что это необходимость, он тебя обманывает и не хочет трать ответственность. Вот, потому что, ну, а, так легче. А, легче думать, что не было выбора, не было выбора. Легче думать, что не было другой возможности поступить, не было возможности поступить иначе. Так легче. Ну, правда ли это? Вот это вопрос, на который, эээ, мне кажется, вам нужно ответить себе хотя бы. Вот. Вот вопрос, на который, как мне кажется, эээ, вот вопрос, который, как мне кажется, вам нужно себе задать в первую очередь. Вот. Потому что, эээ, скроется, в общем и целом, эээ, то, что вы, вот, хотели. Вот. Ну, в жизни бывает так, что не все, что кажется легким, не все, что кажется безболезненным, является конструктивным, является продолжением, там, ну, живости человек, ну, грубо говоря. Да? К сожалению. К сожалению. Поэтому идея здесь, эээ, моя, по крайней мере, идея, крайне заключается в том, чтобы, эээ, чтобы помочь, может быть, вам, эээ, ну, начать, эээ, вымчать в, в себе, начать, вымчать в, в себе, просто, чтобы раньше не замчать, и, эээ, в этом направлении, двигаться, вот, эээ, двигаться и, смотреть, эээ, что там находится. Вот одно, это сделать. Понятно, тяжело, там, потому что, простите, вы не привыкли к таким эмоциям, к таким чувствам в вашей жизни, их не было бы не уметь с ними обращаться. Вот. Ну, а специалист вам в этом поможет. Это именно специалист, именно психолог, психотерапевт, не психиатр. Потому что психиатр, он, ну, как бы, на ваши эмоции, ээ, обнимание обращать не будет, у него это не главное. Вот, я не говорю, что, эээ, ну, что это плохой специалист, нет. Все занимаются своей работой, все занимаются своим делом. Вот, есть, эээ, такие случаи, эээ, когда нужно вмешательство, эээ, психиатра. Вот, эээ, и вам, если вы чувствуете, что есть угроза жизни, если вы чувствуете, что качество жизни падает существенно, вы можете обратиться к врачу. Вот, ну, вопрос, эээ, заключается в том, это важный вопрос, а с чего вы ждете? Вот, если вы ждете, там, если у вас просто, эээ, ну, дадут таблетки, каких, каких таблеток, и вам станет легче, ну, да, возможно, 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 так все и будет, возможно, возможно. Ага, решит ли это вашу глобальную проблему? Нет. Скорее нет. Скорее нет. Скорее нет. Вот. Сейчас вам просто полегчает, но вы, 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 ну, вы вернетесь, ээээ, может быть, в привычное русло, в своей жизни. Вот. Но дальше, что будет дальше, это вопрос. Лично мне кажется, что, ээээ, вот, сейчас, ээээ, вы, ээээ, расширили немножечко, ээээ, свое сознание. Да? Вот, ну, собственно, тем, что, вот, произошло с вами. Вы расширили свое сознание, вы, эээ, стали по-другому, ну, это, смотреть, вы, стали по-другому к этому относиться, к чему-то теперь. И сможет ли вы по-другому? Мне кажется, что нет. Кажется, что не сможет. Вот. Ну, можно делать вид, ээээ, можно делать вид, конечно, что сможет, но по факту нет, по факту сможет. Как, ну, как мне кажется, сможет. Вот. Поэтому, ну, можно это игнорировать, конечно, можно пытаться это игнорировать, конечно. Вот. Но я не знаю хорошего кончания для подобных историй, к сожалению, поэтому тут вот такой аспект я должен вам озвучить, вот такой аспект, такой момент я должен вам сказать, потому что это важно, мне кажется. Вот, значит, что это всё, не затягивайте, не тяните вам, а вероятно, ну, будет как-то, знаете, хотеться завершить эту историю, когда, ну, когда всё закончится, да, вам будет хотеться, хотеться сказать, да, не было ничего, как бы, вообще не было ничего, вот, и все это я сама себе придумала, вообще-то, все это была бласть и так далее, вот. Вот, это типичная ловушка, вот, поэтому, не попадайтесь в неё, вот, а она, знаете, словно говоря, вкладываться в себя, инвестировать в себя, это важно, вот. Если это будет, то, как качество вашей жизни изменится. Вот, примерно такой момент я мог бы видеть. Понятно, что бывают разные случаи, и, может быть, вы, скажите, Андрей, вот у меня такая позиция, да, что, вот, я считаю, что, вот, я должна быть там, я женщина должна быть максимально сильной, да, вообще ничего не чувствуешь и так далее. Я хочу быть другой, ну, а никто не говорит вам быть другой, то есть вам, мне кажется, не нужно быть другой, вам нужно быть разным, просто уметь быть разным. Вот, если вы научитесь быть разным, то ваша жизнь начнет улучшаться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, вот, будем на связи.